Так, ёлка не едет в Е1. Если бы можно было похвалить, я бы похвалил. Только лучше бы он вот сюда вот встал, вот в эти кусты, которые повыше. Хотя он и так высветил, красавчик. Хвалю, хвалю тебя. Я тебя хвалю. Если танк способен стрелять по вам в центр, значит он вышел под всю аллею. Ёлка, красавчик. А теперь смотрите, вот этот чувак, который достоин всех победить, будет убит знаете кем? Ебаном, который стоит вот здесь, потому что это ебаном пересветит. Вот, чекайте, так и будет. И будет полный Дед Мороз. Так, и едет по второму ряду. Какой молодец. Какой ты молодец, игрок в танк. Но только Дед Мороз тебя не любит. Вот. Вот и всё, да? Кто сказал, что так будет? Я сказал, что так будет. Хотите, я вам расскажу, откуда его засветили? Вот отсюда его засветили, вот с этого дебила куста. А знаете почему? А потому что вот тут вот есть дырка в кустах, через которую невозможно проехать. Для того, чтобы здесь приехать, нужно дерево повалить под абсолютно правильным углом, чтобы он закрыл эту дырку. Но для того, чтобы его повалить, придётся часть корпуса высунуть между первым и вторым рядом кустов. И тогда вот ты выставишься в танк, и тебя может дебил отсюда засветить. Вы скажете, ну, это так, специально сделано, чтобы ты скилл показал. Но только с их респа такого нету. У них танк спокойно едет по кустам, и его никто никогда не засветит. Ни-ко-го-да. Вот. Вот такая вот игра. И так повторяюсь в 187 раз. Как вы думаете, мне интересно играть в это дерьмо, учитывая, что я знаю, что произойдёт? Я же три минуты назад сказал, что с ёлкой будет. Я же три минуты назад сказал, что будет с ёлкой. Сказал, он красавчик, он молодец. Но он будет высушен вот дебилом отсюда. Так и произошло. А ещё у них здесь карман смешной. Что танк засвечивается и встаёт в сейф. А с нашего респа такого нет. При этом с нашего респа такого быть и не должно. Как и с их. Но эта девочка картодельша, вот так.